Всем привет! Днепр на связи. 4 сентября. 13.30 идет вот так. Ну что, друзья, продолжается этот день и новости. Что-то осень нам приносит каждый раз более выдручающее. Во Львове завершилась спасательная операция. По официальной информации указывают о семи погибших. Среди них дети, 53 человека ранено. Доставали из-под завалов. Ну, пока что официально никто не называет, что куда прилетело. Показали просто душераздирающие кадры, моменты. Спасатели, я так понимаю, это дом жилой, да, многоэтажный. И достают из-под завалов 9-летнюю девочку. Ее тело погибло в собственной кровати. Так и достали. Опять же, кто-то сейчас начнет писать. Ну, садовой сказал прямые попадания ракет в жилые дома. Понятное дело, что альтернативная точка зрения будет такой, что эта ракета ПВО попала, или ракета ПВО изменила движение ракеты. Потому что сбитых ракет, по статистике Явлаша, там хватает. Ну, тоже вы понимаете, что я не думаю, что ракета Кинжал, Искандар летели в жилые дома. По статистике три Искандара сбили. Потом почитаю и вам расскажу. Ну, я не думаю, да, что ракета Кинжал, Искандар, они в жилые дома были нацелены. Конечно, жутко. Показали мужчину, оказывают ему помощь. Он полностью окровавлен. И потерял всю семью. Жену и трех дочерей. В сети опубликовали фото. Говорят, здесь остался жив только мужчина. А смысл дальше ему жить? Весь смысл жизни вмиг исчез. Здесь уже невольно задумываешься. Может, действительно, когда есть дети, когда есть то, что держат в этом бренном мире, может, действительно, имеет смысл проходить в укрытия. Какие-то укрытия оборудовать в собственных домах. Собственными силами. То есть, как-то, что-то, зачем-то всем этим делом заниматься. Кошмар, конечно. По-любому и БПЛА, и баллистические ракеты. Полтава. Там тоже уже сообщают о 53 погибших и 299 раненых. Но спасательная работа продолжается. Напомню, что вчера Масейчук, российские источники, они сообщали о 600 потерях в СССР. Ну, это объединенная цифра, да, число раненых и погибших. То есть, сейчас по официальной информации имеем, грубо говоря, 350. Ну, я думаю, что число увеличится. И, возможно, действительно, тут и цифра 600, она будет являться какой-то реальной. Все мы понимаем, что официальная информация, она занижает. Это что, нельзя открывать народу потери, народу какие-то конкретные места прилетов, потому что это деморализируют и так далее. В общем, так, в Полтаве ГБР расследование открыло. Будут искать виновных. Виновные, невиновные, а как надо было, а что надо было. Но от этого родственникам не станет проще. Напомню, опять же, что по официальной информации, вроде как курсанты, да, которые проходят обучение в данном учебном заведении военном, не пострадали. Они с офицерским составом, со своими кураторами прошли укрытие, а якобы погибли и пострадали. Это те, кто контрактники по контракту, да, и мобилизованная, грубо говоря, бусифицированная. Здесь что сокрушаться? Где-то, я выражусь, возможно, цинично, но здесь военная цель, военные объекты по нему прилетела. От таких потерь никуда не деться. То, что сегодня во Львове погибли дети, люди, взрослые. А здесь трагедия. Войну, гибель военных – это закономерность. Да, как у Янки, Дя, являй враг, навсегда остается врагом. Что еще сказать? Мальчик с тачкой нажимает клавишу, да, с канистрами. Куда это мальчик? С канистрами собрался, а? Парень. Интересный этот. Парень интересный. Вот такая вот обстановка. В Сумах там прилетела вчера по университету. Говорят, кап. Потом была атака ракеты «Искандер» баллистической. Но что-то подробности никто не раскрывает. Говорят, только что один раненый. Ну, в принципе, я вам скажу, так же, как и в Днепре. Поприлетало, да, две ракеты в «Искандер». И так особо же никто не назвал места. Когда прилетают где-то, не знаю, ну, какими-то путями, да, по объектам жилым, там, сразу их показывают, крутятся всех сторон, когда прилетают туда, куда надо, ну, здесь ноу-комманс, понятное дело, что никогда ничего не озвучат. Если мы узнаем правду, ну, так, кстати, на двух сторон, там многие сойдут с ума. Здесь их рязный, какой-то тырся. Где я отынялся? Кто бы знал. Кстати, кто не видел прошлые выпуски, да, их много, все не посмотришь. Памятник 152-й дивизии стрелковой. Они форсировали реку, освобождали Днепр. Одна из самых опытных, да, одни из самых опытных бойцов, которые прошли от Мурманска до Берлина. В октябре 43-го года с Подгороднего началась, да, началась операция по освобождению туда, Днепропетровска, в этом месте. Форсировали реку и уже гнали захватчиков туда. Кривой Рог, Диевку освободили. Кстати, вот в Диевке и погиб Коруна. Кто смотрел тоже выпуски, мы в парке Шевченко находили ему мемориал, да, такой памятничек. И вот он погиб у нас там, где сейчас находится современная Диевка. Вот, собственно, так. Спасибо за внимание. Берегите себя и своих близких. Помните, что Бог любит вас. И до нового выхода на связь. Сейчас надо будет мотнуться в аптеку, потом мотнуться в центр, потом опять в больницу. Короче, пока что день расписан не на шутку. Всем пока-пока. Так не бывает, что осень календарная пришла, и сразу все реально стало так мрачно. Интересная тема. Сейчас начинай. Начинаю. Я с тобой. Продолжение следует... Продолжение следует...